В последнем трейлере Джокера Тодда Филлипса есть некоторые детали, которые вряд ли заметили многие зрители, а другие являются тонкими тематическими штрихами, которые говорят именно о том, с каким именно Джокером мы имеем дело. Имея это в виду, мы рассмотрим детали, которые вы наверняка пропустили в финальном трейлере Джокера. Мать Артура Флека, Пенни, часто фигурирует в первом трейлере Джокера, но сейчас её почти не показывают. Её видно лишь на нескольких коротких кадрах, и её лицо закрыто, когда она появляется. Что-то нехорошее происходит с Пенни в последнем трейлере, и смерть матери может быть основным катализатором трансформации главного героя. Когда Артур понимает, что ведущий ток-шоу Мюррей Франклин говорит о нём по телевизору, он находится в больничной палате его матери. «Мы ненадолго видим Пенни в её кровати, а во рту у неё дыхательный аппарат, вероятно, со вставленной дыхательной трубкой. Если это так, то есть большой шанс, что Пенни Флек недолго осталась, и если это произойдёт, этого может оказаться достаточно, чтобы окончательно толкнуть Артура за край» Мы слышим жуткий смех Джокера в исполнении Хокина Феникса в самом начале финального трейлера, хотя обстоятельства, при которых он звучит, весьма странные. Флек идёт по коридору в неизвестном здании, застёгивая рубашку. Учитывая жуткие клоунские вещи на заднем плане и огни в гримёрной, похожие на те, что мы видели в первом трейлере, это, вероятно, его рабочая клоунская зона, и он только что закончил свою смену. Это интересно, потому что это – безумный смех Джокера, но обстоятельства совсем неподходящие. Похоже, Флек смеётся просто ради своих коллег, и поэтому он прекращает, как только выходит за пределы слышимости. Это говорит о том, что Джокер – это что-то вроде личности, которую Флек медленно строит. Это началось как маска, которая защищала бы его от социальных ситуаций, с которыми он не в состоянии справиться. Но то, что изначально являлось ширмой, не более реальной, чем грим или костюм клоуна, вскоре станет его истинным я. Джокер любит детей. Во всяком случае, их любит Артур Флек. В конце финального трейлера Флек играет клоуна для детей в больнице, а вначале он корчит рожи, чтобы развлечь мальчика. Мы также видим, как он пытается развлечь молодого Брюса Уэйна в первом трейлере Джокера, хотя, возможно, у него есть скрытый мотив для этого, поскольку папа Брюса, Томас Уэйн, явно его противник. Вообще, обычно, когда Джокер контактирует с детьми, он всё равно остаётся типично угрожающей личностью, но Джокер, который искренне любит развлекать детей, интригует. Хотя, конечно, большинство взаимодействий с ними, судя по всему, происходит до его превращения в клоуна Принца преступного мира. Будет интересно посмотреть, сохранит ли он свою любовь к детям. В первом трейлере Джокера мы видим Томаса Уэйна только по телевизору, но на этот раз мы видим Артура Флека и Уэйна, стоящих лицом к лицу, и обстановка накаляется. – Это просто шутка? Мы не знаем, о чём говорит Томас, но, возможно, время противостояния Уэйна и Флека в трейлере может содержать подсказку. Прямо перед тем, как мы видим, как Уэйн наносит удар, нам показывают два кадра, которые также были и в первом трейлере. Флек бьется головой о металлическую сетку, хватает Файл, а затем бежит по коридору. Его, похоже, преследуют, но Файл всё ещё у него в руках. Так что же выкрал Флек? Похоже, он находится в государственной больнице Аркхем, и на нём такой же наряд, как и во время перехода через дорогу к больнице в первом трейлере. Это Файл пациента? Возможно, принадлежащий кому-то близкому Томаса Уэйна? Мы много слышали о комике Марке Мэроне, исполнившем роль в Джокере. Эта новость вызвала немало удивлений, особенно потому что Мэрон открыто говорил о своей неприязни к фильмам о супергероях. Новый трейлер впервые показывает Мэрона в образе Теда Марка, и лишь на мгновение. Он появляется ближе к концу в одной сцене с Мюрреем и Флеком, когда последний просит, чтобы его представили как Джокера. Сначала было совершенно неясно, какой будет роль Мэрона в Джокере, но в середине июня 2019 года, продвигая фильм Меч доверия, он рассказал о Марка, сказав, «Я в целом играю продюсера Де Ниро в короткой сцене» Он добавил, что его роль не очень велика, но сама сцена является ключевой. Далее Мэрон сказал, что его персонаж пытается урегулировать ситуацию между Флеком и Мюрреем. Это может означать, что Флек не простил Мюррея за то унижение, которое мы видели ранее в трейлере, и что Тед Марка пытается быть миротворцем. Но учитывая, что Мюррей выставил явно расстроенного Флека на посмешище, пока тот переживал болезнь матери, Марка вряд ли сможет урегулировать конфликт. Ближе к концу трейлера мы видим рукопашную схватку в метро между полицией и группой последователей Джокера. Посреди всего этого Джокер, который уже в гриме, надевает маску клоуна одного из своих последователей, возможно, чтобы замаскироваться. И если вам показалось это знакомым, то потому, что нечто подобное уже было. Эта сцена напоминает Темного рыцаря Кристофера Нолана и легендарного Джокера Хита Леджера. В первый раз, когда Джокер Леджера появляется на экране, он стоит спиной, держа в руке маску клоуна, которую он собирается надеть для ограбления банка. В конце вступительной сцены мы узнаем, что пускай он и носил маску клоуна, он все время был в гриме, точно так же, как и Артур Флек. – Я верю, что что-то, что не убивает тебя, просто сделает тебя... ...второй. Одна из самых интересных вещей в обоих трейлерах Джокера – это то, чего мы не видим. Несмотря на то, что мы знаем, что стоит ожидать кровавого насилия, его почти не было в трейлерах. Во всяком случае, мы не видели насилия со стороны самого Джокера. Мы видели, как Томас Уэйн его ударил, как его избили его же плакатом и как ему досталось в метро. Мы видели, как его последователи дерутся с полицейскими, но нам все еще предстоит увидеть, как сам Джокер нападает на кого-то. Единственное возможное исключение – кадр в конце финального трейлера, когда Флек, кажется, бьет кого-то в переулке, но неясно, бьет ли он человека или же просто выплескивает агрессию на какой-то предмет. И то, и другое одинаково вероятно. И все же один из самых запоминающихся кадров трейлера выглядит так, будто по сюжету происходит он сразу после убийства, совершенного Джокером, как предполагает заголовок газеты. «Мы видим, как он чистит себя в ванной. В какой-то момент он медленно танцует, и мы видим, что на его подбородке видна кровь» Для персонажа, исторически определенного насилием, мы почти не видели физической агрессии в трейлерах. Приберечь ярость Флека до большого экрана – хитрый ход, и мы увидим её в полной мере, когда Джокер появится в кинотеатрах 3 октября. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых персонажей комиксов. Так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!